Всем привет! С вами опять знакомый гитарист Минуточку Сегодня у нас неожиданно Сегодня у нас получается все неожиданно У нас откуда-то взялась белая гитара И не винтажного, желтого цвета Цвета, так сказать, старых зубов А прям вот слоновья кость практически Белая гитара Фирма В этот раз у нас неожиданно Такой фирмы у нас никогда не было И я надеюсь, что таких фирм у нас Будет очень много в скором времени Да, это фирма Ямаха Ямаха Это, так сказать, у нас впервые Мы держим в руках гитару Которую хотя бы задумали в Японии Но оказалось, что мы ошибались И сейчас вы узнаете почему История Эта гитара уходит в глубины, так сказать, прошлого века В страну Которую теперь уже дети могут увидеть только в мультфильмах Благодаря, так сказать, сегодняшней мировой ситуации в мире Минутка политики Эта страна называется USA Когда-то давно японцы Потому что им очень понравилось, как с ними поступили граждане этой страны Очень возлюбили ее целиком и полностью И начали всячески пролазить своими щупальцами и морепродуктами на рынок этой прекрасной страны В том числе не обойдя своим вниманием и музыкальные инструменты Все знают, что любимый японский музыкальный инструмент это барабан Но оказалось, что барабаны не так востребованы в США, как гитары И поэтому мудрые японцы Послали своих гонцов Окопались в, значит, славном городе LA Что в переводе с древнего английского языка Который сейчас уже не учат в школах Означает Los Angeles Что, кстати, немножечко относит нас к другому древнему языку Испанскому И там они, значит, основали свой кастом-шоп И решили делать самые в мире дорогие гитары японские Но так как самые дорогие японские гитары были в 4 раза дешевле, чем американские Японцам нужно было как-то привлечь к себе внимание И тут они придумали А давайте-ка мы, как обычно, поднастрем, короче Ну, в смысле, скопируем Стратокастер Идея, как бы, оказалась весьма оригинальная Учитывая, сколько в мире существует клонов Стратокастера И поэтому сразу же стал популярным Но японцы, как они всегда это делают в своей жизни Они подошли ко всему креативно и с искрой такой Они, значит, объявили конкурс Да? Правильно говорю? Они объявили конкурс на лучший дизайн Как бы своего следующего шедевра Не зная, как он будет выглядеть И в итоге победила вот такая вот модель Что мы здесь видим? Мы, во-первых, здесь видим, что она, да Очень похожа на Стратокастер Вернее, на Суперстрап То, что тут для холстена специально встроили хэмбэкер Об этом еще отдельно Потому как, да Здесь похожий клюв Но японцы решили все сделать больше И расстояние между колками ширше Чтобы, в конце концов, было длиннее Как мы все любим, да Длиннее и, так сказать, убедительней Потому что многие, например, не любят Что у Стратокастера такой аккуратный клюв Но это просто они не видели Какой аккуратный клюв на этих мюзикменах Вот тогда бы они поржали Вот Но в итоге получилось вот так Получилось вот так вот длинно Большое расстояние Неких гаек Просто какие-то втулки Красивые названия дали этой гитаре Пацифика Что значит, как бы, спокойно Ну и там этот, да Тихий отнян рядом Типа, как бы, отсылает Нарисовали свои камертоны, как обычно Потому что, ну, они это везде рисуют Но, как бы, истратив все деньги Как бы, на краску На красивые названия И на длину У них не хватило денег Вот для железочек Для ретейнеров И поэтому струны Если посмотреть Они весьма вот так Как-то, ну, прозаично Натянуты Как будто бы это гитара Шаховской фирмы Или, например, Урал Но это, как бы, импортная вещь Но Осталось чуть-чуть денег И они придумали пластмассочку Которая закрывает дырочку Где находится анкер Анкер там Пластмассочка тут Винтик тут Зачем так сделано? Красиво? Надежно? Хорошо Практиш гуд Ямаха Вот Что еще можно сказать? Синглы Два Хамбекер один Ручечка тона Одна Потому что все понимают Ну, нахрена две Приключатель фендеровский Пятипозиционный Такой же приятный Отзывчивый И упругий Как и на оригинальном фендере Так Пластмассочка Белая Но В отличие от фендеровской Пластмассочки Мы здесь сразу можем заметить Что она дешевле Потому что Ямаха Потому что Фендерская пластмассочка Трехслойная А эта однофлойная Но зато Очень красивые винтики Винтики Прямо вот как Должны быть Дальше Бридж Дешевое говно В смысле Это можно выразить Бюджетный вариант То есть Как бы Вместо Выточенных Так сказать Вот Как это называется Вообще Сёдел Вместо Выточенных Сёдел Выточенных Как делает фендер Как делает лево Лево же Так точно Лево Здесь опять Это гнутые Извиняюсь Гнутые Железо И длинные Вот Неприятные Винтики Которые Так сказать На палмюте Руку Немножко Жарят Но Я потом понял Почему это Это как бы Тебе говорит Не играй Палмютом На этой гитаре Никогда Вот И потом будет понятно Почему Интрига Винтиков Как обычно Шесть Как бы Количество струн Держит Железочку Зачем Столько много История умалчивает Пружин Две Достаточно Очень все аккуратно Сделано Некплейт Присутствует Никаких левых надписей Ничего Четыре Как бы Винтика Стандартная конструкция Что можно сказать Про деку В отличие от фендерской Она Конечно Как будто бы Такая Более точная Кажется Ну как бы В косо Все такие Как будто Эти вот углы Как бы Вот характерно Здесь вот заметно Прямая прям Прямая линия И тут ровно Получается Под вот Под вот эту руку Здесь то же самое Под ребро Катаной Рубили Рубили катаной Да Вот поэтому Так что Вот гитара Получилась Вот такая Интересная В отличие от фендера Опять здесь денег Не хватило Здесь сделали так Но возможно Вот эту штуку Лево Конечно Там запатентовал Скорее всего Я бы на его месте Сделал именно так Потому что Ну это Верхудобство Как бы Даже Что еще можно сказать Гриф Ну Есть Гриф есть Такой Дальше Серийный номер Написано Пак Пац 012 Мы потом Значит Когда изучали Уже интернет Мы поняли Что пац Это сокращение Не от поц Как мы сначала Подумали А от пацифика Вот Чтобы сразу Было понятно А 012 0 Это означает Класс гитары То есть Все привыкли Что первая Это высшая Но оказывается Японцы придумали 0 Это вообще Альтимейт Дальше Следующая цифра 1 Едно Означает Количество Хэмбекеров Посчитаем Один Вторая цифра 2 То есть Означает Количество Синглов Два Все сходится То есть Всегда можно проверить От этой Или гитара Гриф Вот Из того Очень даже Удобно Кстати Я бы взял Это за практику Сразу на грифе Тайным Каким-нибудь Узором Выбить Какая была Конфигурация Всей гитары А на Фендерах Есть Там Если открутить Гриф Там в кармане На деке Написано Модели На грифе Когда Кто И зачем Удобно Сделано Удобно Продумано Так В тайном месте Написано Где сделано Да Давай Индонезии В соответствии Со спецификациями Присланными Из Японии От Ямахи То есть Они в Индонезии Им присылают Как делать А они там делают И такие гитары И басы Ну Какие Дешманские Понятное дело Потому что Ну Нулевой класс Вот Так что Сейчас мы Вот эту гитару Включим И послушаем Я от нее Ожидаю Всякого Но Что же я от него Получу От нее От него От него Инструменты От нее Гитары От гитары Что же я Что можно получить От гитары Когда ты играешь На такой гитаре Вот Давай послушаем Так Включаем Так Это у нас Значит Хамбекер Так Так Стекла нет На сингле Стекла нет Кому-то Может быть Это даже И понравится Такой Знаешь Такой звук Такой звук Надо уже Прямочку Ключать Что-то Такой звук Такой звук Такой звук Кстати Обращаю внимание Что Вот этот Перегруз У нас Сейчас На сингле И вот Я что-то Не слышу Характерного Воя Такого Даже Хамбекер Такое чувство Что больше Шума Сингл Тишина Хамбекер Ну ладно Что-то Странно Как-то Очень Странный Звук Такое Чувство Что Ухамбекер Такой звук Газ Такой звук А вс iter Такой звук Такой звук Такой звук Кур Такой звук А Кур Такой звук to Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это как бы не основная часть программы, но мы вот ее сейчас пробуем и пытаемся понять вообще что это и зачем это нужно Вот пока вот сейчас это был то, что сейчас я играл, это был канал Overdrive Это называется Jackhammer GH1 Это был Overdrive Сейчас я попробую какого-нибудь Distortion вертеть, вертеть Distortion Чтобы как бы, так сказать, ну, что-то достать оттуда Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Что-то странный какой-то, конечно, звук этой гитары, но интересно, я бы сказал Я все понял Ну, этот еще, к этому еще вернемся потом Ну, не с этой гитарой, наверное, даже В общем, эта гитара, оказывается, для постпанка Вот я так сейчас понял, да Вот на ней все еще не сыграя Какая-то вот, какая-то Какая-то вот эта Тягучесть какая-то лезет Интересно, да Вот хамбекер какой-то неожиданный он как-то Может быть, конечно, надо его просто вывинтить Потому что он что-то как-то утоплен Предыдущий хозяин, наверное, не очень любил Вот это Ну, как будто мощи чуть-чуть не хватает Но в целом Наслажды интересно Необычно Ну, то есть, если привык, как обычно Тут это интересно Может быть, надо включить этот Дать ей последний шанс И включить Metal Zone Например Передайте, пожалуйста Возьмем Metal Какой легкий Возьмем Metal Zone Поставим вот так Это нажмем здесь Сейчас я сюда включу Ты бишь, батарейка Она что, севшая в эту батаре? Я не знаю, не пробую Сейчас тут сразу все будет понятно Мы уже привыкли Тертые клочи Возьмем 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 и тяжелый звук такой. Все, нормально, можно играть. Очень резкий такой, злой какой-то. Да, он не серединистый, он какой-то верхний верхастый какой-то. Ну, в общем, вот такая гитара, да, да, такая гитара. Все, что еще? Да ничего, в общем-то, бери и пользуйся, пока дают. С вами был, значит, знакомый гитарист. Все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, отписывайтесь, если хотите, но потом опять с тобой подписывайтесь. Потом опять отписывайтесь, чем больше, тем больше статистика. И зовите друзей, и врагов, и опять друзей, и еще раз побольше врагов. Надо больше дизлайков. Больше дизлайков и сделаем нашу страну с колен. Все, всем пока.